Продолжаю установку и настройку газобаллонного оборудования. И сегодня я покажу, как сделать своими руками диагностический кабель для настройки, калибровки газобаллонного оборудования четвертого поколения. Сегодня я буду делать универсальный кабель, который можно подключить практически к любому газобаллонному оборудованию, к блоку управления любого практически газобаллонного оборудования. Ну или точнее к 90% по крайней мере на нашем рынке, наверное, ко всем блокам управления газобаллонного оборудования таким способом можно подключиться. В интернете продается много проводов диагностических кабелей. Ну я вот первый провод себе тоже купил в интернете, переплатил, конечно, сумасшедшие деньги. Я если бы знал, теперь, ну жалею даже, что купил, но каждый учится на своих ошибках. Купил я провод вот такого вот плана в интернете. Хватило мне его раза два подключиться к газобаллонному оборудованию, и этот провод просто тупо сгорел. Компьютер его видит, а на связи он с блоком не идет. После этого, перерывши кучу информации, я нашел все-таки варианты, которые более приемлемы для подключения газобаллонного оборудования, или как сделать самостоятельно нормальный провод. Для того, чтобы сделать провод для подключения газобаллонного оборудования, необходим специальный адаптер, который свяжет компьютер и блок управления газобаллонного оборудования. Есть несколько видов адаптеров, есть дороже, есть дешевле. Вот такого вот плана, они немножко подороже. Вот он пришел в пакетики, я даже скажу, за такой адаптер я не помню, по-моему, или доллар отдавал, или доллары 20 центов, что-то в этом роде. Есть еще вот такой вот, есть еще такие адаптера, они бывают без пакетиков, без таких, они приходят в обычных пакетах на застежках, и немножко здесь лампочки по-другому, и немножко распиновка по-другому вот здесь. Но здесь все провода подписаны. Те адаптеры немножко подешевле. Ну, я просто два вида взял, какой придет быстрее, такой и придет. А пришли оба. Заказывал его в Китае. Я ссылку дам на того продавца, где я заказывал. Итак, сейчас покажу вам, что к чему. Собственно говоря. Итак, вот. Вот так вот выглядит этот сам адаптер. Вот. Вот здесь подписаны контакты в нем. Так. Вот, вот подписан ГНД, это масса, то есть земля. RXD и TXD это сигнальные провода, которые необходимы, вот два провода, которые необходимы нам для подключения к газобаллонному оборудованию. Остальные провода, вот эти 5 вольта и 3,3 вольта, они нам не нужны. Вот эти вот два крайних. Их можно сразу, чтобы потом не путаться, их можно просто откусить. я ими пользоваться не буду. И чтобы не путаться, я их вот удаляю. Просто эти два провода, 3 вольта и 5 вольт, они нам не понадобятся. Потому как в блоке управления газобаллонным оборудованием имеются собственное питание. Вот такая вот штучка. Она вставляется в ноутбук, устанавливается драйвер. Драйвер я тоже загружу на бесплатный сервер. можно его бесплатно будет драйвер, вот этому адаптеру. Драйвер можно будет скачать по ссылке у меня под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Так, что дальше? После того, как вы определились, какие здесь провода, куда, необходимо их... А, еще вот понадобится теперь кусок провода, вот такой. Провод желательно взять экранированный. Вот так он у меня выглядит. Вот экранированный провод. Он похож на интернетный кабель. Кстати, можно брать и его, если не найдете такой провод. Это провод, он используется в сигнализациях и в пожарных системах, вот эти, которые по потолку тянутся провода. Вот это он и есть. Он четырехжильный. Ну, желательно брать вот мягкий. Вот у меня он мягкий такой провод. Опять же, здесь понадобится мне всего лишь три провода. Масса и два сигнальных. То есть, вот красный я сразу удалю, он мне не нужен. И все. Здесь экран есть. Он тоже мне не особо нужен. Можно его, конечно, к массе подключить. Но я не буду его никуда подключать. Просто все это зачищу. Так, ну и вот. Теперь припаиваю я этот провод к вот этому вот адаптеру. так, вот так я вот припаял. Вот получилось ГНД, RXD, TXD. Ну, и соответственно, цвет проводов. Это масса белый провод, желтый, зеленый. Это сигнальные провода. Вот эти вот два я не использую. Так, на обратном конце фишки мне, опять же, необходимо только три провода. Удаляю красный. Удаляю все лишнее. И так как это будет у меня универсальный провод, то фишку я сюда ставить не буду. Объясню, почему. Вот у меня есть провод. Я уже сделан. Он уже запакован. Точно такая же USB-TTL адаптер. Вот он в термоусадке запакован. С этой стороны у меня фишка. Вот так она выглядит. Вот такая вот фишечка. Ее можно купить в Китае. Она продается комплектом. Вот такие вот комплекты продаются. Нигде у нас я таких не нашел, а в Китае нашел. Я, кстати, если хотите, ссылку оставлю под видео. Можно купить. Сейчас покажу, как она выглядит. Ну, вот это вот ответная часть ее. Вот так вот еще здесь фиксируются провода внутри. Вот так вот выглядит фишка, которая в машине. И я еще для вот этого провода я буду отдельно делать для того, чтобы был универсальный. я вот эту вот фишку вставлю провода и они будут просто висеть у меня. Так как вот этот провод он сделан конкретно под стак. Здесь провода уже разведены под стак, так как у меня стоит система стак. Приезжают разные. Допустим, вот приезжал Зенит с системой газобалонного оборудования Зенит там плюс с минусом в других местах. Обычно как плюс с минусом по краям плюс-минус, а в Зените они местами перепутанные плюс с минусом. Вот и вся разница. Поэтому я вот сделаю такую вот вставляющуюся втыкачку вот эту фишку. Так, что-то неправильно. я неправильно вставил пластмастику. Так, куда там? Вот так вот она вставляет эта пластиковая штука. Вот так она выглядит. И я сделаю так, что буду вставлять с этой стороны с обратной. Так, где он? Вот, кусок провода у меня будет просто висеть. Я его припаяю вот таким образом так, чтобы черное это была земля, а это два сигнальных провода. А здесь в этих фишках вот есть вот в комплекте есть вот такие вот резинки. Вот. Вот такие резинки они вот здесь вставляются. И есть вот такие вот штыри. это все в комплекте идет с ними. Вот такие вот штыри. Вот. И ответные части. Вот такие вот. Так. Вот. Вот такие вот штыри и вставлятьки. Папа и мама. Типа. Это оно в комплекте идет фишка как с двух частей. Так вот. я к проводам просто припаяю вот эти вот штыри. Вот таким образом. Вот. Припаяю штыри. Я буду вставлять туда в ту фишку. Ну вот. Вот. Допустим, вот она. Буду вставлять туда, куда мне надо. вот. Приехала машина. У нее там одна распиновка. Я вставляю там по одним образом. Приехала другая машина. Я просто вставляю в другие отверстия. Вот и вся разница в диагностических кабелях для газобалонного оборудования. Нет смысла покупать 10 кабелей для газобалонного оборудования. Если можно купить вот просто штыри оставить на проводах и это будет как универсальный кабель. Сейчас я покажу вам как подключиться к газобалонному оборудованию. Что касается программ. Я немножко зацеплю тему программ в этом видео. Ну вот допустим так вот вот интернет и где взять необходимо прочитать там или выяснить какой же у вас блок управления если у вас какой-то блок управления там если надписи на нем четко нет и смотрим допустим на примере стаг стаг самая популярная фирма которая производит эти газобаллонные оборудования точнее газобаллонные управления газобаллонным оборудованием и вот берем стаг скачать вот я набираю стаг скачать программу ну допустим давайте стаг скачать программу и заходим вот какой-то посторонний сайт программы для настройки газобаллонного оборудования и вот здесь вот программы стаг 4 кьюбокс а ну вот кьюбокс кьюбокс и они все подойдут мне у меня стаг 4 кьюбокс плюс а программа стаг 4 кьюбокс просто и вот сохраняю опять же захожу в инструменты загрузки и смотрю вот программа качается 108 мегабайт программа и после того как закачается я просто щелкну два раза и она начнет устанавливаться неважно у меня уже программа установлена не буду я показывать как ее устанавливать установка простая там жмешь далее 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 устанавливаешь и никаких проблем так вот в принципе программа уже скачалась она потом вот таким образом выглядит вот если два раза нажать потом запустить потом выбрать язык окей и потом далее потом выбрать куда ее ну неважно просто далее еще раз нажать и вот можно нажать да ну у меня просто уже установлена эта программа если нажать да моя удалится старая загрузится это но я не буду переустанавливать просто вы поняли так после того как программа установлена после того как программа установлена у вас появится вот такой вот значок это стар 4 плюс это не разные программы это вот моя программа и с помощью ее мы будем подключаться к гб о вставляю юсб вот этот вот адаптер лампочка красная загорелась значит все нормально он работает при передаче сигнала там будет другого цвета лампочка мигать необходимо проверить в каком порту это тоже интересно правой кнопкой мыши жмем по компьютеру мой компьютер свойства диспетчер устройств это если windows 7 если в xp там может по другому быть можно и не смотреть я просто смотрю всегда и поправляю если что так вот компорты и смотрю ну это интернет у меня подключен а вот это вот порт вот этот вот вот это вот порт это шнур вот этот вот шнур который подключен вот если его сейчас вытащу вот я вынял смотрю хоп и он пропал вот нет его вставляю хоп и он появился вот это вот значит что это именно вот этот порт находится ком порт так здесь есть еще приколы такие как вот если посмотреть свойства парамер три порта дополнительно и вот здесь вот так вот еще раз вот нажимаю правой кнопкой мыши на вот этом порте теперь свойства теперь параметры порта теперь дополнительно теперь вот здесь вот нужно посмотреть вот написано у меня ком порт 2 ком 2 и нажимаю стрелочку вниз и вот здесь номера портов так вот многие программы они дальше десятого порта не работают желательно выставить какой-нибудь порт но не дальше десяти я второй выставляют второй был я его и ставлю обратно ком порт 2 и нажимаю окей все нормально теперь у меня вот этот вот вот этот кабель на втором ком порту и все он работает функционирует драйвер установлен по драйверу я уже не буду показывать так теперь перехожу к машине сейчас покажу как это дальше все происходит так дальше берем ноутбук и идем к машине под капотом возле блока управления газом вот у меня он установлен рядом находится вот такая вот фишка снимаем колпачок вот и вот здесь еще можно посмотреть вот вот здесь видно провода они по цвету черный красный и вот это синий и белый это сигнальные провода нам нужен только черный это масса его мы будем подключать к проводу гнд который вот у нас сейчас вот эта фишка вот гнд на нашем адаптере который в комп включается гнд вот он белый соответственно а здесь он у нас черный на фишке автомобиля масса так если вы не уверены какой провод здесь плюс какой минус ну можно прозвонить тестером возможно здесь заизолировано будет то можно тестером прозвонить и найти массу и плюс плюс мы не трогаем мы берем только массу и сигнальные так ну и вот получается вставляем белый провод вот который у нас вставлен идет от компьютера от этого адаптера вот белый провод вставляем его в черный фишку в массу то есть так есть вставляю а сигнальные провода каким образом их подбираем вот я вставляю вставляю фишку сигнальные два провода которые у нас на адаптере а я вставляю их к белой и голубой вот здесь на фишке на диагностической которая с компьютера и пытаюсь подключиться если программа не подключается я просто меняю вот эти два провода вот эти два провода сигнальных если программа не подключается я просто меняю их местами и все вот сейчас я вам покажу зажигание должно быть включено и вот так беру ноутбук и пытаюсь подключиться так вот ноутбук запускаем программу вот она вот эта программа диагностическая которую мы установили скачали сайта запускаю по идее она сама должна найти этот кабель наш диагностический так два раза щелкаю по значку она сейчас запустится вот программа сама нашла доступна новая версия прошивки мне она не нужна можно ну мне не нужна это новая версия прошивки так что мы здесь видим видим мы то что провод подключился с первого раза как это понять вот видно значок газа показывает нам так выключу вот видно значок моргает и показания вот температура все это показывает то есть программа автоматически сама подключилась и вот видно вот это ладаптер вот он наш вот это юсбишная наша штука она мигает разными цветами свидетельствует о том что все нормально мы подключились так вот здесь можно ошибки посмотреть вот ошибки так так тут изменять параметры карты ну тут всякие настройки я вам потом в следующем видео покажу ну а пока пока вот видно что программа работает вот показывает температуру газа редуктора вот форсунки давление здесь показывает напряжение вот машине показывает моя настройка карты вот она у меня разошлась немножко я буду поправлять ее в следующий раз вот приехала машина у нее блок управления газом стоит оскар n вот такой вот вот я крокодилами подключился к проводу ну так нашел как описывал вот здесь видно тоже работает а вот видно параметры показывает газа давление все сейчас покажу карту так сейчас заведу вот машина работает на газу вот форсунки показывает вот калибровка вот карту я немножко уже начал рисовать но машина должна покататься чтобы вот видно видно все работает то есть самодельный вот этот мой шнур из адаптера китайского работает на любой машине с любым блоком управления и так вот видно вот провод у меня получился соединиться получилось настройки газового блока управления настройки самой газовой карты и всего этого я покажу вам в следующем видео всем пока на сегодня все и и и где программы так так вот еще выбрать надо драйвер и график подготовки короче короче выходим нахер отсюда пиздец это вообще какая-то хуйня стак для андроид нет а вот я для андроида набрал а у меня не андроид блять так где этот ебаный стак пиздец с а а в и а и а и